Беседа третья, 42. По случаю отправления епископа Флавиана для ходатайствования перед царем о городе, также о том, что такой истинный пост, что злословить хуже, чем снедать человеческую плоть, о казненных за возмущение и против жаловавшихся на то, что многие схвачены невинно. «Когда посмотрю на этот престол, праздный и оставленный Учителем, то вместе и радуюсь, и плачу. Плачу, потому что не вижу здесь Отца. Радуюсь, потому что Он отправился в путь для нашего спасения и пошел избавить такое множество народа от царского гнева. Это и для вас украшение, и для Него венец. «Для вас украшение, что имеете такого Отца. Для Него венец, что так Он любвеобилен к чадам и оправдал самыми делами то, что сказал Христос. Услышав, что пастырь добрый душу свою полагает за овец, Он пошел с готовностью положить свою душу за всех нас, хотя и многое препятствовало Ему отправиться в путь и принуждало Его остаться здесь. Это прежде всего Его престарелая лета. Потом немощь телесная, и время года, и приближение святого праздника. Наконец сестра, которая у Него одна и находится при последнем издыхании. Но Он призвел и родство, и старость, и немощь, и трудность времени, и тягость путешествия. И всему, предпочитая вас и ваше спасение, расторг все эти узы, и как юноша летит теперь старец, окрыленный ревностью. Если Христос, говорил Он, предал Себя за нас, то какого извинения и прощения будем достойны мы, которым вручено управление с твой многочисленным народом, если не решимся сделать и потерпеть все для безопасности вверенных нам? Если, говорил Он, патриарх Иаков, приставленный к животным, падший бессловесных овец, и имевший дать отчет человеку, проводил ночи без сна и переносил и зной, и стужи, и все перемены воздуха, чтобы не погибло ни одно из этих животных, то тем более мы, поставленные не над бессловесными, а над духовными овцами, и обязаны дать отчет в этом служении не человеку, а Богу. Не должны отказываться и уклоняться ни от чего, что только может быть полезно для стада. Напротив, чем лучше наше стадо того стада, люди бессловесных, а людей Бог, тем больше и сильнейшие мы должны показывать попечение и усердие. Он хорошо понял, что у него теперь дело не об одном городе, но обо всем Востоке, так как наш город есть глава и мать городов, лежащих на Востоке, поэтому он порешил потерпеть всякую опасность, и ничто не могло удержать его здесь. И уповая, что наши надежды будут нечетны, потому что Бог не презрит такого усердия и попечения, и не попустит, чтобы его служитель возвратился без успеха, знает, что как только он предстанет и увидит благочестивого царя, то одним своим вином состояние будет тотчас укротить гнев, потому что у святых не только слова, но и самые лица исполнены духовной благодати. А он исполнен и великой мудростью, и, будучи сведущим в божественных законах, скажет ему то же, что и Моисей сказал Богу. «Если не простишь им грех, то и меня умертви вместе с ними». Таково сердце святых, что умереть со своими чадами им приятнее, чем жить без них. Исход 32.32. Он и в самом времени найдет защиту нам, укажет на Святую Пасху, напомнит о времени, в которое Христос отпустил грехи всей вселенной, убедит царя подражать Господу, приведет ему на память и притчу о тысяче талантов и стадий на орех. Зная я дерзновение нашего отца, он не применит устрашить его этой притчей и сказать, «Смотри, чтобы тебе не услышать в тот день, раб лукавый, весь долг я простил тебе, потому что ты умолил меня, не надлежало ли бы тебе отпустить слугам твоим? Для себя сделаешь больше пользы, чем гонить, потому что за прощение немногих грехов получишь отпущение больших. Прилосокупить к сказанному и ту молитву, которую вводившие царя в священное таинство научили его молиться и говорить, «И оставь нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Затем изъяснить, что преступление сделано не целым городом, но несколькими людьми, чужими и пришлицами, которая все делает не с рассуждением, но с дерзостью и всяким бессинием, что было бы несправедливость за безрастутство нескольких человек, разорить столь большой город и казнить, не сделавших никакой вины. Да хотя бы и все согрешили, они довольно уже наказаны, будучи терзаемы страхом в продолжении столь многих дней, ожидая каждый день смерти, будучи преследованной, предавая избегству, ведя жизнь более жалкую, чем осуждаемый на казнь, чувствуя, что кровь течет в их жилах и не имея уверенности в своей жизни. Удовлетворись таким наказанием, не простирайся далее в гневе, умилостив для себя верховного судью, оказав человеколюбие к своим сарабам. «Подумай о величии города и о том, что у нас теперь дело не об одной душе, не о двух, не о трех, не о десяти, но о несчетных тысячах, о главе всей вселенной. Это тот город, в котором в первый раз верующие стали называться христианами. Почти же Христах у ваш город, который первый провозгласил это вожделенное и сладостное для всех имя. Он был жилищем апостолов, обители и праведников. Это теперь перво-единственное его преступление против державных. А все прошедшее время благоприятно свидетельствует о нравах этого города. Если бы в нем постоянно происходили мятежи, то следовало бы обвинить его в злонравии. Но если это случилось однажды, за все время, то ясно, что преступление произошло не от нравов города, но от людей, которые без нужды и без дела пришли в него. 44. Все это еще больше этого скажет святитель с великим дерзновением. И царь выслушает это. Царь человеколюбив, а епископ тверд. Старши с обоих сторон подаются благие надежды. Но еще больше, чем на твердость учителя и человеколюбие царя, будем уповать на Божию милость. Бог сам станет посредником между умоляемым царем и умоляющим святителем, смягчая сердце царя, воодушевляя язык святителя, дарая успех словам его, располагая душу царя, благосклонно выслушать слова и внять мольбам. И город наш любезнее Христу всех городов, подобродетелей как предков, так и вашей. Как из апостолов Петр I проповедовал Христа, так из городов, как я уже сказал, наш город, первый украсился точно дивным венцом, наименованием христиан. Если же Бог обещал спасти всех жителей такого города, в котором было бы только десять праведников, то как не ожидать доброго и не надеяться всем нам на пощаду, когда здесь верных служителей Божьих не десять только или двадцать, и не вдвое столько, но гораздо более. Многие, слышал я, говорят, гнев царя, как хрёв льва. Притя 19.12. И от этого впадает в малодушие и уныние. Что сказать им? То, что тот, кто сказал. Тогда волк будет жить вместе с игнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком, и телёнок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детёныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. Исайя 11.6.7. Может и это льва сделать кротким агнцем? Призовём же его и помолимся ему. И он, несомненно, укротив гнев царя, избавит нас от всех угрожающих нам скорбей. Отец там предстательствует перед царём земным, а мы здесь будем предстательствовать перед царём небесным и помогать ему молитвами. Много может целая церковь, если мы вознесём молитву скорбящую душою и сокрушённым сердцем. Не нужно переплывать моря, не нужно пускаться в дальний путь. Каждый и каждая и приходящая церковь, и остающаяся дома, призовём Бога со всеусердием, и он, конечно, преклонится к нашим мольбам. Из чего это видно? Из того, что он сильно желает, чтобы мы всегда к нему прибегали, молили его обо всём, и без него не делали и не говорили ничего. Люди, когда мы постоянно беспокоим их своими делами, раздражаются, убегают нас и питают к нам неприязнь. Бог совершенно напротив не тогда гневается, когда мы постоянно молимся ему о своих делах, но когда не делаем этого, тогда наиболее негодует. Послушай, в чём он укоряет иудеев? Вы, говорит он, сделали совет, но без меня, и заключили союз, но не по моему духу. Исайя 31. Таково свойство любящих. Они желают, чтобы через них совершались все дела, любимых ими, и чтобы без них те ничего не делали и не говорили. Потому и Бог, не только здесь, но и в другом месте, укоряя иудеев, в том самом сказал, «Сами себе поставили царей, без меня». 8.8.4. «Не облинимся же постоянно прибегать к нему, и какое бы ни случилось бедствие, оно непременно будет иметь благоприятный исход. Устрашил тебя человек? Прибегни к нашему, к вышнему владыке, и не потерпишь никакого зла». Так избавлялись от бедствия древние, не только мужчины, но и женщины. Была одна женщина-евриянка, имя Иссирь. Эта Иссирь избавила целый народ иудейский, от угрожавшей ему погибели таким образом. Когда персидский царь повелел совершенно истребить всех иудеев, и никто уже не мог остановить этого гнева, эта женщина, сложив с себя светлую одежду, облегшись во вретище, и посыпав себя пеплом, начала молить человека, любивого Бога, да внидит он с нею к царю. И молясь об этом, так говорила, «Даруй, Господи, благодать словам моим! Дай слово благоугодное в уста мои!» Этого же будет теперь просить у Бога и для нашего учителя. Если женщина, умолившая об иудеях, могла укротить гнев варвара, тем более наш учитель, ходатайствующий о таком городе и с такой церковью, успеет преклонить этого милостившего и кратчайшего царя. Если он получил власть разрешать грехи против Бога, тем более ему будет возможно изгладить и уничтожить грехи против человека. И он владыка, и владыка честнейший того, потому что священные законы предали и починили его рукам, даже царственную главу. И когда нужно бывает испросить какое-нибудь благо свыше, то обыкновенно царь прибегает к святителю, а не к святитель, к царю. И он имеет броню правды, имеет и припоясание истины, имеет и гораздо более великолепную обувь, благовествование мира. Имеет и меч не железный, но духовный, имеет и венец на главе. Это все оружие его и блистательнее, эти доспехи славнее, дерзновение тверже, сила могущественнее. Таким образом, и по высоте власти, и по величию своей души, а прежде всего другого, по надежде на Бога, он будет говорить к царю с великим дерзновением, с великим благоразумием. Не будем же отчаиваться в своем спасении, но станем высылать к небесному царю прошения, молитвы, моления и предстательства со многими слезами. Пусть и настоящий пост будет нашим сподвижником и помощником в этом благом предстательстве. Как по прошествии зимы и с наступлением лета мореходец выводит в море свое судно, воин чистит оружие и готовит коня на сражение, земледелец точит серп, путешественник смело отправляется в дальнюю дорогу, борец слагает с себя одежды, приготовляется к борьбе. Так и мы. С наступлением поста этого духовного лета как воины вычистим оружие, как земледельцы наточим серп, как кормчие противопоставим свои помыслы волнам беспорядочного пожелания, как путники начнем путь к небу, как борцы приготовимся к борьбе. Верующий есть и земледелец, и кормчий, и воин, и борец, и путник. Поэтому и Павел говорит, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов, злобых поднебесных. Ефесянам 1.11.14 Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все, произолевшее, устоять. Итак, встаньте, припаятавшись через слова ваши истинные и облегшись в броню праведности. Видел ты борца? Видел воина? Если ты борец, тебе надо наступать в борьбу нагим. Если ты воин, тебе должно стать и быть и нагим, и ненагим, одетым и неодетым. Я скажу как. Сложи в себя житейские дела, и ты стал борцом. Облекись в духовные доспехи, и ты стал воином. Обнажись от забот житейских, потому что наступило время борьбы. Облекись в духовные доспехи, потому что у нас возгорелась жестокая война с демонами. Для того и должно быть нагим, чтобы дьявол, уступая в борьбу с нами, не за что было схватить нас. Должно облечь себя доспехами со всех сторон, чтобы нам ни с какой стороны не получить смертельного удара. Возделай ниву твоей души, посеки терния, посей слово благочестия, наслони прекрасные растения, любомудрие, и с великой заботливостью ухаживай за ними. И ты будешь земледельцем, и скажет тебе Павел, труждающемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. 2 Тимофею 2.6 И он занимался этим искусством, и потому в послании к коричневым сказал, я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Изострит твой серп, который притупил ты к пресыщениям, изострит постом. Вступи на путь, ведущий к небу, вступи на путь тесный и узкий, и поди по нему. Как же ты можешь вступить на этот путь и идти по нему, изнуряя и порабощая свое тело? Потому что на тесном пути много препятствует тучность от пресыщения. Укроти волны беспорядочных страстей, усмири бурю злых помыслов, сохрани целость и ладью, покажи большую опытность, и ты кормся. Для всего этого добудет у нас и поприщем, и учителем пост. Пост, разумея, не тот, который содержат многие, но тот истинный, воздержанный не от пищи только, но и от грехов. Потому что пост сам по себе не может спасти соблюдающих его, если не будет сообразен с поставленным законом. И борец, сказано, не венчается успехом, если незаконно будет подвязаться. Итак, чтобы нам, и совершив подвиг поста, не лишиться венца за него, поучимся, как и каким способом должно совершать этот подвиг. И фарисей постился, но после поста вышел из храма лишенным плодов, произвращаемых постом. Мытарь же не постился, и не постившийся превзошел постившегося, чтобы ты знал, что нет никакой пользы от поста, если ему не сопутствует, и все прочее. Постились и невитяне, и привлекли к себе благоволение Божие. Постились и иудеи, и не только ничего не успели, но и были осуждены. Если же пост угрожает такой опасностью, не знающим, как надо напаститься, то изучим законы поста, чтобы нам не течь напрасно. 1 Коринфянам 9.26 Не бить воздуха, не сражаться с тенью. Пост есть лекарство, но лекарство хотя бы тысячу раз было полезно. Часто бывает бесполезным для того, кто не знает, как им пользоваться. Нужно знать и то, в какое время должно принимать его и количество самого лекарства, и телосложение того, кто принимает, и свойства страны, и время года, и приличный род пищи, и многое другое. Если одно что-нибудь будет оставлено, без внимания, то нанесен будет вред всему прочему. Если же для нас нужна такая точность, когда надо лечить тело, то тем более необходимо со всей строгостью разбирать и рассматривать все, когда лечим душу и врачуем помыслы. 48. Посмотрим же, как постились и невитяне, и как они избавились от гнева того. Человеки, говорит пророк, и скоты, и валы, и овцы, да не вкушают. Что говоришь, скажи мне, и бессловесные постятся, и лошади, и мулы покрываются вретищем. Да, говорит, как по смерти богатого человека родственники одевают во вретище не только рабов и рабынь, но и коней, и поручив их конюхам, заставляют следовать за гробом, чтобы этим выразить тяжесть в потере и возбузить во всех сожаления. Так и тогда, когда городу Неневе угрожало истребление, жители облекли во вретище бессловесную тварь и наложили на нее и в постах. Бессловесные, говорили они, нельзя вразумить о гневе Божьей словом, пусть же вразумяется голодом, что Бог послал это наказание, потому что если погибнет город, то будет общим гробом не только для нас, но и для них. Они должны будут разделить с нами наказание, пусть же разделят и пост. Впрочем, неневитяне в этом случае поступили так же, как делают пророки. Они, когда увидят, что с небес угрожает тяжкий удар и обреченные на наказание не имеют никакой защиты, покрытый стыдом и никакого не заслуживают прощения и извинения, то не зная, что делать и где найти для осужденных защиту, обращаются к животным и оплакивая их смерть, ради их умоляют о пощаде, указывая на их погибель, как на достойную жалости и многих слез. Так, когда голод постиг иудеев и их страна подверглась великой засухе и все погибало, один из пророков говорил, и стлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба, как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажати томятся и стада овец, к тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пажати пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Другой пророк, оплакивая без дожди, опять сказал вот что Иеремия 14, 5, 6, даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы, и дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают подобно шакалам воздух, глаза их потусли, потому что нет травы. Так и сегодня мы слышали, что сказал Яиль, да выйдет жених из чертога своего и невеста, и младенцы да вопиют, почему, скажи мне, он призывает к молитве этот незрелый возраст? Очевидно, по той же самой причине. Так как все постигшие мужеского возраста, достигшие огорчили и прогневали Бога, то пусть, говорит, умоляет прогневанного возраст, еще не зная и греха. Но, как я сказал, посмотрим, что же удалило этот неотвратимый гнев? Не после только и вретище, нет, но перемена жизни. Из чего это видно? Из самых пророческих слов. Тот же самый пророк, который сказал о гневе Божьем и о посте неневитян, о примирении с ними Божьем и причине примирения говорит так, и увидел Бог дела их. Иона 3.10. Какие дела? Что они постились, что облекались во вретище? Совсем не то. Но, умалчивая обо всем этом, он присовокупил. Ибо обратились каждый от путей своих злых, и раскаялся Господь о зле, о котором говорил, что наведет на них. Видишь, что не пост избавил от опасности, но перемена жизни сделала Бога благим и милостивым киноплеменникам. Это сказали не для того, чтобы мы бесчестили пост, но чтобы почитали его. А честь поста составляет невоздержание от пищи, но удаление от грехов. Так что, кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его. Ты постишься? Докажи мне это своими делами. Какими говоришь делами? Если увидишь нищего, подай милостыню. Если увидишь врага, примирись. Если увидишь своего друга счастливым, не завидуй. Если увидишь красивую женщину, пройди мимо. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела. Пусть постятся руки, пребывая чистыми от хищения и любостяжения. Пусть постятся ноги, перестар ходить на противозаконное зрелище. Пусть постятся глаза, приучаясь не устремляться на благообразные лица и не засматриваясь на чужую красоту. Зрение есть пища очей. Если она противозаконна и запрещена, то вредит посту и разрушает спасение души. Если же законно и дозволено, то украшает пост. Всего нелепие было бы в отношении яс воздерживать с позволенной пищи, а глазами пожирать и то, что запрещено. Ты не ешь мясо, не вкушай же и глазами нескромности. Пусть постится и слух, а пост слуха в том, чтобы не принимать злословие и клеветы, да не приимешь, говорит слово Божие, слуха ненужного. 49. Пусть язык постится от сквернословия и ругательства. Что за польза, когда мы воздержимся от птиц и рыб, а братьев угрызаем и снедаем. Злословище снедает тело, братья и угрызает плоть ближнего. Потому и Павел с угрозой сказал, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Ты не вонзил зубов вплоть ближнего, но вонзил его в душу злую речь, ранил его худою молвою, сделал тысячу зол и себе самому, и ему, и многим другим. Потому что, осуждая ближнего, ты, во-первых, причинил зло и тому, кто тебя слышал. Если это грешник, то он делается беспечней, нашедший себе сообщника в грехе. А если праведник, то впадает в гордость и надмивается из-за чужого греха, получая повод высоко думать о тебе самом. Вместе с тем, ты, во-вторых, повредил всей церкви, потому что все слышащие не грешника осуждают, но поражают укоризнами весь народ христианский. Не слышно, чтобы неверные говорили, что такой-то блудник и развратник, но вместо виновного они поносят всех христиан. Затем, в-третьих, ты подал повод к уничижению славы Божией, потому что имя Божие славится, когда мы живем хорошо, а когда грешим, оно хулится и бесчестится. В-четвертых, ты посрамил того, о ком распускаешь худую молву, сделал его через то более бесстыдным и нажил в нем себе врага и неприятеля. В-пятых, ты сделал самого себя достойным взыскания и наказания, взявшись за такие дела, которые нисколько не касаются тебя. Никто не говори, тогда злословил бы я, когда бы говорил неправду, но если говорю истину, то уже не злословлю. Хотя бы в своем злословии была истина, и в таком случае оно преступно. Фарисей злословие мытаря говорил истину, но это не принесло ему никакой пользы. В самом деле, скажи мне, разве мытарь не был мытарь и грешник? Всякий видит, что мытарь, но при всем том, фарисей за осуждение его все потерял. Хочешь исправить брата? Поплачь, помолись Богу, дай ему вещания наедине, посоветуй, попроси. Так и Павел говорит, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде, не покаялись нечистоте, блудеяне и непотребстве, какое делали. Покажи любовь к грешнику, уверь его, что напоминаешь ему о грехе усердство и заботясь об нем, а не желая обесславить его. Обними его ноги, облобызай, не устыдись, если только истинно хочешь исцелить его. Так часто поступают и врачи, неизговорчивых больных, они целуют, упрашивают и таким образом заставляют принять спасительное лекарство. Так и ты сделай, покажи рану священнику, это и будет значить, что ты беспокоишься, печешься и заботишься о ближнем. Но убеждаю тебя заграждать уши не только злословящих, но и тех, которые слушают злословящих и подражать пророку, который говорит «тайно клевещущего на близнего своего изгоню». Скажи ближнему, ты намерен похвалить кого-нибудь и одобрить? Открывай слух, чтобы принять это благовоние. Если же хочешь злословий, заграждаю вход твоим словам, потому что не могу принять помета и нечистоты. Что за польза для меня узнать, что такой-то злой человек? Напротив, отсюда величайший вред и крайний урон. Скажи ему, позаботимся о себе самих, о том, как нам дать ответ за свои грехи, и обратим на собственную жизнь эту пытливость и это беспокойное выведывание. Какого нам ждать извинения и какого прощения? Когда мы о своих грехах и не думаем, а о чужих так любопытствуем. Как неприлично и весьма стыдно мимоходом заглядывать в дом и подмечать, что в нем делается, так крайне неблагородно и любопытствовать о чужой жизни. Еще смешнее то, что ведущие такую жизнь и не заботящиеся о своих делах, открывая какую-нибудь тайну, умоляют и заклинают того, кто их слушает, не пересказывать никому другому, чем и доказывать, что они сделали зло, достойное осуждение. Если ты упрашиваешь его, не пересказывать никому другому, то тем более тебе самому не следовало прежде говорить ему об этом. Слово было у тебя в полной власти, а ты, передав его теперь, заботишься о сохранении его. Если хочешь, чтобы оно не перенесено было к другому, то и сам не говори. А когда уже ты передал хранение слова другому, то лишнее бесполезное дело уговаривать и заклинать, чтобы он хранил, что ему сказано. Но приятно злословить. Нет, приятно это не злословить. Злословище бывает беспокоен, подозрителен и боязлив, раскаивается, кусает свой язык, страшась и трепеща, чтобы слово, разнесшееся между многими, не навлекло на тех, кем оно сказано, большой опасности и не произвело напрасной и пагубной вражды. А кто хранит у себя слово, тот будет жить в совершенной безопасности и великом удовольствии. Услышал ты слово, пусть умрет оно с тобой, не бойся, не расторгнет оно тебя. Серахов 1910 что означает умрет с тобой? скрой его, закопай, не позволь ему выйти, не даже как-нибудь вообще двинуться, но всего более старайся, чтобы не допускать, даже, чтобы тебе говорили худо о других. А если когда и услышишь что-нибудь, подави, умертви сказанное, предай забвению, как будто ты и не слышал. Тогда будешь проводить настоящую жизнь весьма мирно и безопасно. Сами злословища, и когда узнают, что мы питаем больше отвращения к ним, нежели к тем, кого они оговаривают, оставят эту когда-нибудь похудую привычку, исправятся от своего недостатка, станут потом хвалить других, и нас самих провозгласят своими спасителями и благодетелями. В самом деле, как доброе слово и похвала служат началом дружбы, так злоречие и клевета бывают началом и поводом к вражде ненависти и тысячи расприй. И не другое, что доводит нас до нерадения своих делах, как пытливость и разведывание о чужих делах, потому что кто любит злословить и разведывать о чужой жизни, тому некогда позаботить о собственной жизни. Так как он употребляет все свои старания на разведывании о чужом, то все принадлежащее ему самому по необходимости остается в пренебрежении. И как было бы хорошо, если бы ты, употребляя все время на попечение и суждение о своих собственных грехах, мог сделать какой-нибудь успех. Но так как ты постоянно заботишься о чужом, то когда тебе подумать о своих собственных недостатках? 52. Будем же возлюблены избегать злословия, зная, что это настоящая пропасть дьявола из-за подня, устроенная его коварством. Дьявол довел нас до этой привычки для того, чтобы мы не заботились о самих себе и подвергли себя тягчайшей ответственности. Но беда не в том только, что мы дадим тогда отчет в словах своих, но и в том, что мы через это сделаем свои собственные грехи более тяжкими и лишим себя всякого извинения. Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого снисхождения своим собственным, потому что Бог произнесет суд соответственно не только свойству наших преступлений, но и твоему суду о других. Поэтому и внушает он, несудимы да несудимы будете, так как грех явится там не только таким, какого он был, но и получит большое неизбежное прибавление от произнесенного тобой суда о твоем собрате. Как человеколюбивый кроткий снисходительный человек значительно уменьшает тяжесть грехов, так жестокий, суровый и неумолимый много прибавляет к своим грехам. Исторгнем же из уст наше всякое злословие, зная, что если станем есть и прах, то и от такой строгой жизни не будет нам никакой пользы, когда не воздержимся от злословия, потому что не то, что входит в уста скверняет человека, но то, что выходит из уст оскверняет человека. Если бы кто-нибудь начал ворочать помет, в то время, как ты проходишь, скажи мне, не стал ли бы ты бронить его и укорять? Так поступи с злословищами, потому что не столько тронутые с места нечистота поражают обоняние тех, до кого доходит ее зловоние, сколько рассказы, выводящие наружу чужие грехи и раскрывающие нечистую жизнь, оскорбляет и возмущает душу тех, кто их слушает. Будем же воздерживаться от злословия, сквернословия, хулы, и не станем злоречить ни о ближних, ни о Боге, так как многие из злоречивых достигли такого безумия, что от сарабов обратили свой язык на Господа, а как велико это зло, можно судить по нашим теперешним обстоятельствам. Вот оскорблен человек, и все мы боимся и трепещем как нанесшие оскорбления, так и те, которые не чувствуют за собой никакой подобной вины. А Бога оскорбляет каждый день, что говорю каждый день, каждый час, оскорбляет богатые, бедные, наслаждающиеся покоем, терпящие скорбь, обижающие, обижаемые, и никто об этом не подумает, потому-то он и попустил потерпеть оскорбление сарабу, то есть императору, чтобы ты из опасности последовавший за этим оскорблением, познал человеколюбие Господа. Это оскорбление было теперь первое, единственное, но несмотря на это, мы не надеемся получить прощение и извинение. Бога же мы прогневляем каждый день и нисколько не раскаиваемся, а он все переносит со всяким долготерпением. Видишь, сколь велико человеколюбие Господа, и хотя виновники настоящего преступления схвачены, посажены в темницу и наказаны, но мы все еще боимся. Оскорбленный еще не слышал о том, что случилось, и не произнес суда, а мы все трепещем. Бог же каждый день слышит оскорбление. Ему наносимое, и никто не обращает на это внимание, это тогда, как Бог столь кроток и человека любив. Перед ним довольно только исповедовать грех и вина разрешится. У людей совершенно напротив, когда виновные признаются в преступлении, тогда боли и наказываются, что и теперь случилось. Одни погибли от меча, другие от огня, иные отданы на растерзание зверям, и не только взрослые, но и дети. Ни незрелость возраста, ни многочислость обвиненных, ни то, что все это сделали люди, объятые бешенством демонов, невидимая невыносимость взыскания, ни бедность, ни то, что это общий всем грех, не обещая никогда воли не делать подобного, и ничто другое не спасло виновных. Но без всякой пощады они были отводимы на смерть, окруженные вооруженными воинами, которые наблюдали, чтобы кто-нибудь не освободил осужденных. Матери следовали и издали, смотря на разлученных с ними детей, наплакивать в своей несчастье не смея, потому что страх побеждал любовь и боязнь одолевала природу. Как смотрящие с земли на подвергшиеся кораблекрушению, сколько не сожалеют, однако же не могут прийти и спасти утопающих, так и здесь матери, удерживаемые как бы волнами какими, страхом от воинов, не только не смели подойти и освободить детей от наказания, но боялись и плакать. Понимаете ли вы отсюда, каково человеколюбие Божие, как оно неизреченно, как беспредельно, как превышает всякое слово, здесь оскорбленный и одинаково имеет с нами природу, и только однажды во все время понес это оскорбление, и не лично, ни в своем присутствии, ни видя, ни слыша, и однако же никто из виновных не получил прощения, а Боге же нельзя сказать ничего этого, расстояние между человеком и Богом таково, что и самое слово не может выразить того, а терпит он оскорбления каждый день присутствия при них, видя и слыша их, однако же ни молнии не посылает, ни морю не велит выступить на землю и всех потопить, ни земле раступить и поглотить всех оскорбивших его, но сносит и долго терпит и обещает даже прощение оскорбителям, если только они покаются и дадут обещание впредь не делать этого, поистине, прилично теперь воскликнуть, кто возглаголит силы Господни и восхвалит его достойным хвалою, коль многие не только не спроверли, но и попрали образы Божии, потому что когда ты душишь должника, когда грабишь, когда влатишь его, ты попираешь образ Божий, послушай, как говорит Павел, итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, и еще, как говорит сам Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию, если скажешь, что человек неодинаковой природы с Богом, так что же из этого, и медная статуя неодинаковой природы с царем, и однако же виновные преданы наказанию, так и в отношении людей, пусть они неодинаковой природы с Богом, как и в самом деле неодинаковой, но они названы образом Божиим, и ради такого названия им надлежит воздать честь, а ты за малое золото попираешь их, душишь, влачишь, и доселе еще не понес никакого наказания. 54. Дай Бог, чтобы произошла какая-нибудь добрая и счастливая перемена. Я, однако же, предсказываю и объявляю, что если пройдет эта туча, а мы останемся при прежней беспечности, то нас постигнут бедцы еще более тяжкие, нежели те, каких мы теперь ожидаем. Да и теперь боюсь не столько гнева царского, сколько вашей беспечности, чтобы получить нам прощение, недовольно помолиться два и три дня, надо произвести перемену во всей жизни и оставив порог постоянно пребывать в добродетели. Как для больных, если они не ведут постоянно правильной жизни, нет никакой пользы от того, что они благоразумно проведут два или три дня. Так и грешники, если они навсегда воздержатся от порока, ничего не получат от двухдневного или трехдневного исправления. Как говорят моющиеся, потом опять помарающиеся в грязи, не получают никакой пользы, так и каявшись в течение трех дней опять возвратившись к прежнему, не сделал никакого успеха в добродетели. Не поступим же и теперь так, как мы всегда поступаем. Когда нас так часто постигали землетрясения и голод и засуха, мы делались на три-четыре дня скромнее и воздержаннее, а потом опять возвращались к прежнему, оттого и случилось настоящее но если уже не прежде, по крайней мере теперь будем постоянно в благочестии и сохраним навсегда одинаковую скромность, чтобы нам опять не иметь нужды в другом ударе. Разве Бог не мог предотвратить того, что случилось? Но Он допустил это, чтобы страхом от сараба более вразумить и смирить оскорбляющих его. И никто не говори мне, что многие из виновных укрылись, а многие из невинных схвачены. И это слышу я часто многие говорят не только во время настоящего волнения, но и при многих других подобных обстоятельствах. Что же сказать говорящим это? То, что если схвачены и невинен в настоящем возмущении, однако же когда-нибудь сделал другие более тяжкие грехи и по елику не исправился впоследствии, то и наказан теперь. Так обыкновенно поступает Бог, когда мы грешим. Он не тотчас карает за преступление, но отлагает наказание, давая нам время для покаяния, чтобы мы исправились и переменились. Но если из того, что мы не наказаны, заключим, что грех уже изглажен и предадимся беспечности, то после этого нас непременно постигнет наказание там, где мы не ожидаем. А это бывает для того, чтобы мы, когда согрешим и не будем наказаны, не оставались спокойными, доколе не переменимся, зная, что непременно подвергнемся наказанию там, где и не ожидаем. И потому, возлюбленный, если ты согрешишь и не будешь наказан, не надмивайся этим. Но тем более страшись, зная, что для Бога всегда, когда только захочет, легко воздать тебе. Тогда Он не наказал тебя для того, чтобы дать тебе время для покаяния. Не будем же говорить, что такой-то невинный схвачен, а другой виновный укрылся. Невинный, который теперь схвачен, получил, как я сказал, наказание за грехи другие. А укрывшийся теперь, если не справится, спадет в другую сеть. Если мы будем так рассуждать, то никогда не забудем о своих грехах, но всегда страшась и трепеща, как бы не подвергнутся когда-нибудь наказанию, легко будем вспоминать о них. Обыкновенно ничто так не напоминает о грехе, как взыскание и наказание. Это видно из примера братьев Иосифовых, хотя с тех пор, как они продали праведного, прошло 13 лет, но опасаясь наказания и страшась за свою жизнь, они вспомнили о грехе и один другому говорили, «Мы наказываемся за грех против брата нашего». Видишь, как страх напоминал им о том преступлении. Когда они совершали грех, не чувствовали этого, а когда ждали себе наказания, вспомнили о грехе. Зная все это, переменим и исправим свою жизнь. И прежде избавления от гнетущего нас бедствия позаботимся о благочестии и добродетели. А между тем я хочу предложить вам три заповеди, которые выполнили бы вы во время поста. Никого не злословить, ни с кем не быть во вражде и совершенно изгнать из уст злую привычку клястья. Как всякий услышал, что наложено подать, спешить домой и призывав жену, детей и рабов, думает с ними и советуется, чем бы ему платить этот налог. Так сделаем мы в отношении этих духовных заповедей. Каждый, возвратившись домой, призови жену и детей и скажешь, что сегодня наложено подать духовное, подать, от которой будет зависеть освобождение и избавление от настоящего бедствия. Подать, которая платящих делает не бедными, но более богатыми. Вот она. Ни с кем не быть во вражде, никого не злословить и отнюдь не клясться. Подумаем, позаботимся, посоветуемся, как бы нам выполнить эти заповеди. Приложим все старания, будем друг другу напоминать, друг друга исправлять, чтобы не перейти нам туда должниками и потом, когда будет, нам нужно занять у других, не подвергнуться участи глупых дев и не лишиться вечного спасения. Если так настроим свою жизнь, даю вам слово и обещаю, что за это будет конец и настоящему бедствию, избавление от этих зол и, что всего важнее, наслаждение вечных благ. Надлежало бы внушить вам исполнение всех добродетелей, но считая наивысшим способом исправления то, что исполнить заповеди по частям, принимать сперва за одну, потом переходить к другим, как земледелие с наступлением полевых работ распахивает на поле одну часть за другую и, таким образом, доходит до конца. Так и мы. Если положим себе такой закон, чтобы в настоящую четыре десятницы исполнить в точности эти три заповеди, то, без сомнения, твердо укоренив в себе добрую привычку, с большей легкостью перейдем и к прочим заповедям и достигнув самой вершины любомудрой и настоящую жизнь проведем с благою надеждою и в будущем предстанем Христу с великим дерзновением и получим неизвеченное благо, чего да удостоимся всеми благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава во веки веков. Аминь.